Мы продолжаем серию репортажей о российских регионах. На очереди Липецкая область, один из лидеров промышленного производства в России. Такой результат стал возможен благодаря созданию в области еще в 2006 году особой экономической зоны. Миллиарды инвестиций и десяток построенных заводов, российских, итальянских, германских, швейцарских. А еще Липецкая область это богатые черноземом поля и сотни гектаров фруктовых садов. Чем еще интересна Липецкая область? Григорий Вдовин. Зрителю, не особо интересующемуся вопросами металлургии, наверное, сложно будет догадаться, в каком же это зоопарке мы снимаем вот эти кадры. Вся эта полная идиллия расположена на одном из технических водоемов прямо на территории Новолипецкого металлургического комбината. Так что Лебединое озеро и сталь. Здесь эта связь самая прямая. Металл это, я считаю, такой же живой организм, с которым надо в непосредственном контакте общаться. То есть каждый рулон, здесь находящийся, это своего рода маленькая прожитая жизнь. У каждого рулона свой характер, что ли? Действительно, да. Липецк, говорим, Новолипецкий комбинат, подразумеваем. Так было всегда и в советское, и в постсоветское время. Но налоговые поступления и в городскую, и в областную казну неуклонно снижаются. И не в абсолютном значении, а в процентном. То есть поступления из других экономических источников год от года увеличиваются. Богатство начинается прямо в центре города под ногами. Знаменитый Липецкий бювет, главный российский минеральный курорт еще до завершения Кавказских войн. Подойти и попить может любой абсолютно бесплатно. Желающий получить порцию здоровья бутилированно может сделать это в каждом магазине. На этикетке статуя Петра, который, как считается, и основал город. Но города в области есть и старше Москвы. В случае Ельца, правда, он старше всего на год. Есть здесь и своя Красная площадь, а по количеству храмов, по всем еще дореволюционным нормативам, именно Ельцу бы стать губернским, а значит и областным центром. Но сегодня у города своя жизнь, совсем другая. Звук чем-то схож с сетинскими, с гармошками Кавказа. Сейчас сыграю, сами услышите. Знаменитая Липецкая рояльная гармония именно в Ельце сегодня обрела прописку. Здесь и уникальная ремонтная мастерская, которая неожиданно для энтузиастов оказалась успешным предприятием. Казалось бы, забытый промысел, забытое искусство, но тем не менее, даже сами не ожидали, очень многие приносят. И она в основном-то бытовала гармошка у нас в области. Но начали, у нас сейчас сайт есть, начали интересоваться вообще с других областей. Все играли. Играл прадед, играл дед, играет отец, брат играет. Вот я сейчас играю тоже. Старинный город купцов и сегодня известен не только архитектурой и музеями. Производство энергия. Раньше здесь делали эти знаменитые батарейки. Сегодня аккумуляторы всех типов, но главное, сложные системы энергоснабжения различной военной продукции. Ведь ракету мало запустить, надо, чтобы она знала, куда лететь. А для этого нужна хорошая батарейка. На сегодня то, что все по Министерству обороны летает, стреляет, движется, это наши химические источники тока. Самая центральная часть самого центрального Черноземья. Пашня не заброшена. Сахар производят на 20 таких же областей. Картошки на 12. Но голова всему, конечно, хлеб. Рассказывая о собственной продукции, директор хлебозавода светится таким восторгом, что сомнений нет. Его золотистая корочка – самая золотистая во Вселенной. Я думаю, наверное, в хлебе есть душа народа. По хлебу, потому какой хлеб кушает тот или иной народ, можно понять его душу. Я думаю, что во многом, что бы ни происходило, хлеб – это основа и часть души народа. Судя по этому символу, душа горячая. Даже не разломишь. Еще бы, внутри 98 градусов. Садоводство – одна из сложных, затратных и долго разгоняющихся отраслей. Даже в зимнем саду есть работа. Подготовка к весне новых саженцев. Ведь объемы только растут. Липецкое яблочко поистине молодильное. Липецкие соки – те, что делают не из привозных концентратов, а только из лично выращенного, наверное, самые в стране полезные. Без единой добавки. А российских соков здесь производят больше трети. Мы гарантируем качество из-за чего? Все, что сами вырастили, мы перерабатываем. И от яблока до сока – все это наше. Никаких ингредиентов мы не закупаем за границей. А для заезжего туриста здесь представится возможность отдохнуть, да и отобедать. В интерьерах – восстанавливаемые усадьбы 19 века, где все пропитано духом владельца, хоть и бывшего. Это уникальный, причем коммерческий проект, воссоздаваемый из руин. Не просто прийти, посмотреть на антикварную мебель, а вот спать на ней, там есть за ней, да. То есть, ну, именно почувствовать себя в атмосфере 19 века. Таких проектов, если честно, я даже по России навскидку не назову. Впрочем, в поисках успешно реализованных проектов мы нашли здесь некое пустующее поле. По уровню охраны, правда, напоминающее государственную границу. У этого, казалось бы, самого обыкновенного пустыря в самом центре области, самый необычный статус. Это особая экономическая зона. Площадь ее – тысяча гектар. И здесь, за забором, действуют совершенно другие правила в сфере таможни и налогообложения. Все ориентировано на то, чтобы инвестор мог как можно быстрее запустить здесь новое производство. Уже построено 14 заводов. В перспективе их будет 40. Вот российское производство, здесь итальянское, бельгийское, голландское. А непосредственно здесь собираются строить предприятия американцы. Площадки занимают бренды мировой величины. На знаменитых японских покрышках надпись «Сделано в России». Что касается уровня качества, то уровень качества один и тот же. Потому что по одним и тем же стандартам судим о качестве шин и по одним и тем же спецификациям технологическим их производим. Директору завода по производству бытовой техники задаем традиционный вопрос для иностранца. Есть ли в России для него что-то непонятное? Чем ставим его в тупик? Я не могу даже придумать ничего. Потому что для меня работать здесь или в любой другой стране это абсолютно одинаково. Особых отличий нет между этим предприятием и подобными в Польше, Китае или где-нибудь в Испании, например. Итог невероятный. Объем производства. 1 миллион 800 тысяч холодильников в год. Как тут шутят, работая в три смены, за такими темпами не успевают производители сувенирных магнитиков. По инвестиционному рейтингу мы сегодня имеем очень хорошие позиции в России и в мире. Наша особая зона получила первое место в рейтинге Европы. Считается лучшей особой зоной Европы. Поэтому у нас язык очень простой. Работать надо понимая друг друга, поддерживать друг друга и уважая друг друга. И, конечно же, инвестиционный рейтинг – это вещь обратно пропорциональной коррупции. Если идут инвестиции, значит здесь можно работать. Слова главы региона мы решили обсудить в разговоре с иностранцами, работающими в Липецке. Как кажется им, с их колокольней. Кто-нибудь похожий на якузу, он здесь в Липецке заметил? А, особенно наявец, наявец. Если говорить о японских якузах, то мы здесь их не видели. А русских мы тоже не видели. Григорий Вдовин, Станислав Пономаренко и Михаил Емелин. Вести недели. Липецк. Мы же сейчас прощаемся. И до встречи в субботу в 16.45 в программе «Знание и сила». А в студии Вести недели в следующее воскресенье в 20.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова